История этих картин Совсем другое. Вот для меня я вижу, что это древняя египетская женщина, на которой летит этот суперсовременный самолет. Вот, вы знаете, смотришь, вдруг ты лежишь на лугу, и облака пролетают, и ты увидишь там всякие фигуры, можешь увидеть. Зависит не только от облаков, а от твоего состояния и так далее. Тут, вы знаете, Лена позвонила, она сказала, что есть один любитель, он хочет, чтобы купить у вас работу эту. Я не продал, я даже не спрашиваю, за какие деньги, потому что, мне кажется, это все вместе. Вот уже неделя, как идет выставка, которая называется «Дорога жизни», и очень многие музейщики и вообще другие люди, которые приходят на выставку, спрашивают, а почему же, в общем-то, в таких залах, допустим, не на Пушкинской 10, или, допустим, в музее Иерарти, но дело в том, что проще всего этого художника представить вот именно там, где я сказала. А почему в наших залах? Потому что история Союза, она очень многограммно, многозначительная. Была такая замечательная история, как группа 11. И мы искали всех авторов этой группы, и нам они были интересны, потому что в 12-м году будет 40 лет, как эта группа была организована. Это так называемое «Левое крыло союза художников». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И когда мы увидели Симуна, то, конечно, он нас поразил вот своей какой-то такой безудержной гениальностью и вот какой-то такой детскостью и вообще всем своим темпераментом. А мы поняли, что его нельзя показывать как одного из членов этой группы, а его нужно показывать отдельно. И таким образом зародилась идея этой выставки. «Левое крыло субтитров А.Егорова» «Левое крыло субтитров А.Егорова»